Сегодня у нас в гостях серебряный призер Олимпиады в Токио, спортсменка Краевой Академии Биатлона Юлия Зыкова. О том, какие впечатления на нее произвели игры и какой ценой далась победа, поговорим с ней самой. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Ну расскажите, Олимпиада в целом, это была мечта или больше непосредственно цель, которые прям шли? Я думаю, больше цель. Нет, ну конечно я мечтала о том, чтобы съездить на соревнования такого уровня. Но последняя когда-то это больше была цель. Я очень рада, что мне удалось выступить даже из серебряной медали. Ждали от себя такого результата? Ну я была настроена на хороший результат, да. То есть это, ну если бы я даже в финал не вошла, то я бы крайне была расстроена, это точно. Ну и в принципе как бы амбиции были. Уже удалось что-то проанализировать, понять чего не хватило, может быть? Да, в первый же момент после финала, мне кажется, все минусы показались на лицо. Хотя в принципе я считаю, что была готова очень хорошо и тренер мой тоже так считает. Но вот на стрессе чуть-чуть не хватило. Все-таки волнение, да? Все-таки волнение, да, сказалось. Ну смотрите, а спортсмены вообще не по-разному всегда реагируют, да? Кто-то начинает самоедством таким заниматься. Вы как больше? Переживаете или радуетесь все-таки тому, что получилось? Нет, я конечно радуюсь тому, что получилось, что в принципе я думаю, это достойный результат. Я не считаю, что я как-то плохо даже в финале. Это все равно финальная серия у меня тоже была на достаточно высоком уровне. Но швейцарке надо отдать должное. Это она сделала прям стоя, в положении стоя невероятное. Это очень круто было. Скажите, какой-то особый подготовительный там был, вот именно к Олимпийским играм или как к любым крупным соревнованиям? На самом деле, как к любым крупным соревнованиям. То есть я думаю, что и психологический подход тоже должен быть именно такой, что это точно такой же старт, как и все остальные. Просто, я думаю, больше СМИ раскручены данный старт и больше афишируются результаты. Вот, а так, в принципе, это все то же самое. Вы уже были на больших, крупных соревнованиях. Чем-то особенно запомнилась Олимпиада? Тем количеством спортсменов, в принципе, в деревне. То есть такого количества спортсменов я не видела нигде. Это все виды спорта были, все мировые звезды спортивные. Это очень классно увидеть их вживую. Но, а второе, что я, конечно, ни у кого еще не брала, потому что я была настроена больше на свою работу. А так, классно смотреть вживую всех спортсменов. Если не секрет, есть кто-то, за кем прям особенно наблюдали? Нет. На этих Олимпийских играх нет. Я слежу в целом за нашими спортсменами. Ну и больше все-таки пыталась сосредоточиться на своей работе. А то, что связано с пандемией, какие-то ограничения были особенно заметны или старались не обращать внимания? Ну, прошлый год-то, конечно, мы все сидели по домам, но, тем не менее, все равно продолжали работать. Благо, у нас есть возможность работать даже в домашних условиях. У нас есть специальные тренажеры, скат называются. Это такие датчики. И ставится ноутбук, подсоединяется. И свои колебания, винтовки, и производить выстрелы мы можем, как бы сказать так, в холостую и показываться на мониторе. То есть вы даже дома тренируетесь самостоятельно во время ограничений каких-то? Да. Вообще не останавливается, да, процесс, получается, тренировочный? Ну нет, должен быть отдых в любом случае. И пандемия тоже сыграла плюсом, что было время отдохнуть и поработать над тем. Ну, появилось дополнительное время доработать что-то. Вид спорта такой больше технический, но все равно же у вас есть общая физическая подготовка, правда? Конечно, обязательно, обязательно. У нас очень большая нагрузка статическая. Это очень большая нагрузка на позвоночник. То есть все равно профессиональный спорт у нас, и спины калечат очень сильно. И очень много грыж, протрузии у ребят. Некоторые не могут даже продолжать стрелять из-за этих проблем. Но обязательно надо поддерживать свое здоровье общей физической подготовкой. А помните, как прошли последние часы перед финальным вашим? Да, помню, конечно. Я даже помню, мне кажется, всю неделю, потому что как-то такое волнение присутствовало. И, наверное, все-таки адреналин всю эту неделю так бушевал внутри. Что как-то замечалось и старалась запоминать каждый момент, что я делала конкретно перед стартом. За день, за два, за три. Какие у меня были пристрелки, тренировки. И непосредственно перед стартом тоже. Сам старт, правда, был как во сне в таком. Тоже на стрессе. Очень волновалась. И времени перед финалом тоже было немного подготовиться. Буквально полчаса, чтобы успокоить себя. Перейти из одного из квалификационного тира в финальный тир. И все так сумбурно было. Но все равно. Хочется спросить. У нас третье место было за российской спортсменкой Юлией Каримовой. Это помогает как-то вам? Или наоборот мешает такое соперничество еще и командное? Нет, никак не мешает. Это наоборот плюс. Это плюс, что у меня есть такой достойный соперник на территории России. То есть мы встречаемся в каждой соревновании чемпионата России, кубке России. И на международных соревнованиях. И мы начинали в Красноярске. Мы в принципе с Юлей начинали заниматься стрельбой в один год. В одно время, у одного тренера. Но потом она переехала. А вообще Красноярская академия биатлона, вот их реакция. Кто-то встречал вас уже, какие-то звонки были. Да, очень много человек встречало меня. Это для меня было просто удивление, на самом деле. Меня никто не предупреждал. Вы не ждали, что встретят? Я не ожидала. Селимпиады? Да. Серебряные награды? Даже в Москве такого приема, ну, то есть несколько олимпийцев приезжало. В Москве такого приема не было. А тут прям с оркестром, дети детской спортивной школы и академии полевой стрельбы и лыжных гонок. Приехали, встречались с плакатами. Это невероятно приятно. Просто я волновалась больше, мне кажется, чем когда в Москву приехала. Вот. Ну, а в целом в академии биатлона сейчас, в которой ребята тренируются, вы видите, как их много? Насколько заинтересованность вот в этом виде спорта есть? Заинтересованность есть. Ребят немного, так как у нас не очень популярный вид спорта и такой незрелищный, как считается. Но я очень надеюсь, что данный успех тоже ребята будут смотреть молодые. Часто так и бывает, да. Да, да, да. И будет наплыв молодого поколения, и ребята захотят продвигать наш вид спорта. Вам как кажется, вот какие должны быть качества у ребенка, чтобы ему нравилось, чтобы был какой-то успех именно в этом виде? А тут без разницы, какой вид спорта. Главное – целеустремленность, главное, чтобы была самоотдача. И ребенок понимал, что он идет именно к чему-то, что это большой спорт, что это не просто так какие-то пострелялки, или он легкой атлетикой, если занимается, что просто там на местном уровне, а что надо достигать дальше, выше и больше. У вас маленькая дочка. Вы бы хотели, чтобы она пошла по вашим стопам? Я тут смотрю и схожу только из ее желаний. Если она захочет, то, конечно, я буду ее во всем поддерживать. Но если не захочет, захочет в другую, в творческую какую-то деятельность. Я в любом случае буду ее поддерживать и прислушиваться к ее желаниям. Ваша семья, вы знаете, как вот они болеют? Некоторые очень нервные. Кто-то, я знаю, уходит вообще и не может смотреть на фильме. Как ваш это переносит? Ну, мама не смогла смотреть, да. А папа смотрел, но очень переживал, крайне переживал, нервничал. И все равно от начала до конца досмотрел. И сразу же первым делом я позвонила ему, конечно. Это он вас привел вообще? Да, он привел вот у нас в Красноярске на стрельбище. Можно было приехать как бы как развлечение, пострелять из пистолетов, с винтовок. И мы приехали, и инструктор, и мой первый тренер сразу же сказал, может быть, ты хочешь приехать на тренировку на следующий день? И да, мы подумали так, ну почему бы нет, почему бы не попробовать? То есть это такая случайность получилась. И все. Ну, случайность и не случайность, как говорят. А было такое, что, ну прям все, вы решали, надо завязывать, заканчивать или нет? Да, да, я бросала даже на один год, 2009 год я не занималась. Ну, у меня мама наставила на учебе, потому что, ну, спорт это же соревнования, разъезды тоже, тренировки, а надо находить время на учебу. Но, тем не менее, я смогла совмещать и учебу, и 11 класс тоже, и ЕГЭ хорошо сдала. Тяжело было вернуться после перерыва? Нет. То есть у меня было желание вернуться, и это главное. То есть от желания уже дальше пошла и работа, и тренировки. И я летом 10-го года вернулась, в конце лета поехала на соревнования на первенство России, заняла второе-третье место, и там уже дальше как по накатанной пошло, и все, это затянуло. Слушайте, ну самое главное, что вернулись, и теперь вот привезли нам такую замечательную награду. Да, да. Планы, Юля, какие ближайшие? Пока у меня самый большой план – это подготовка к свадьбе. Через два месяца, в конце сентября, должно состояться наше мероприятие. Вот, и, а дальше уже новый сезон. Дальше уже надо будет готовиться. Это ваша первая Олимпиада? Да. Вторая будет? Будете готовиться? Конечно, да, буду готовиться. Слушайте, ну спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня в гости. Искренне вас поздравляем с этим достижением, и надеемся, что еще не одну хорошую новость от вас получим с такими спортивными достижениями. Спасибо. А у нас в гостях была серебряная призер Олимпиады в Токио Юлия Зыкова.